Девочка-пай Многие часто спрашивают, что такое православие. Я всегда стараюсь ответить, что православие – это единственная правильная вера на свете. Православие – это правильно славить Бога, правильно жить, это иметь правильные цели в жизни. А самая главная и основная цель человека – это встреча со Христом, это единение со Христом и вечная жизнь во Христе. Православие – это совершенно иное восприятие мира. Сидишь на морском берегу, усыпанном мелкими разноцветными камешками и невольно начинаешь перебирать их один за другим. Возьмешь горсть, просеешь сквозь пальцы, или возьмешь камешек и бросишь его в воду, пойдут круги. Иногда на вещи самые обыкновенные и простые можно взглянуть совершенно по-новому. Мы не знаем, кто был святитель Василий Великий по национальности, кто был Григорий Богослов, кто был святитель Иоанн Златоуст, Кирилл Александрийский. Но мы знаем, что все они были православными. Сейчас в наше время очень многие начинают утверждать, что лишь бы человек верил во что-то, и это уже хорошо. Но оно не так. Это величайшее заблуждение. Важно не просто верить, а верить правильно. Потому что если человек верит неправильно, он идет лже путем, и этот путь никак не может привести его ко спасению. Единственная правильная вера – это святое православие. Это учение, преподанное нам Господом непосредственно. Учение, преподанное через святых апостолов и через святых отцов. Их же молитвами, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. «Χριστός, άνεστη, εκ νεκρών θανάτων, θανάτων πατήσας, «Και, έτσις εμπισμύμασιν» «Ζωήν, θάρισαμενος» У многих верующих людей в наше время возникает вопрос, который они часто задают священникам. Какой путь избрать в жизни? Вступить в брак или, может быть, принять монашеский постриг? Я всегда отвечаю очень просто. Во-первых, нужно молиться, просить Божьей воли. Именно не своей, а Божьей. И второе, изучить свое устроение. Потому что есть люди, которые не мыслят себя без семьи, не мыслят себя без детей, без семейного очага. Другие же, наоборот, чуждаются брака, любят уединение. И даже не представляют себя в браке. Вот это уже можно считать указанием Божьим на то, что человек предназначен для монашества. Господь по нашим молитвам обязательно подскажет правильное решение, расположит сердце в ту или иную сторону. И, как сказал митрополит Антоний Сурожский, ныне покойный, что если хоть малейшее сомнение возникает при выборе пути, не нужно торопиться. Нужно молиться, еще раз молиться, чтобы Господь окончательно расположил сердце в ту или в иную сторону. И когда уже не будет сомнений, тогда нужно либо вступать в брак, либо принимать монашество. Что такое монашество? Мы знаем, что по-гречески монос – это один. Но, наверное, если мы шире посмотрим на это понятие, то это единение с Богом. Единение человека с Богом. Монашество – это любовь к Богу. Монашество – это сураспятие Христу. Это следование за Христом. По крестному пути на Голгофу. Это смерть со Христом. Но и, в конце концов, воскресение. Монашество – это легкий путь. Человек ничем не обременен. У человека нет никаких обязательств. Но это не так. Монах – это воин, который бьется всегда на передовой. А за ним уже все остальные. Монашество – это в первую очередь борьба со своими собственными страстями. Принимая монашество, человек вступает на этот путь борьбы. Монашество – это война, которую человек объявляет, облегшись в черные ризы. Это война, объявляемая дьяволом и его слугом. Будем подобны кораблям, стройно плывущим по мою. Их значительная часть в воде. Но они не погружены всецело в воду, как погружены в ней рыбы и прочие морские животные. Невозможно переплывающему житейское море не мочиться водами его. Но не должно погрязать в водах его. Одна из обязанностей монаха – это молитва. Молитва не только за себя, но и за весь мир. Преподобный Иоанн Лествичник сказал, что свет миру монашествующий, а свет монашествующим – ангелы. Пока существует монашество, пока существуют монастыри, пока идет молитва чертариста, держится мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Вся наша земная жизнь – это движение ко Христу». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это динамичное движение. Мы не должны стоять на месте. Мы должны постоянно, прилагая все усилия, прилагая все старания, устремляться ко Христу. Субтитры создавал DimaTorzok Устремляться к Солнцу правды, Единственное, в котором мы можем обрести спасение и вечную жизнь. Нет ничего приятнее возвращения домой из долгого морского странствия. Нет ничего теплее встречи с любящими тебя, и любимыми тобою. Нет ничего надежнее бросить свой якорь в тихой пристани Христовой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok